В Сухом Лагу стало немножечко мокрее, потому что в нем, на улице, не по сезону Октябрьской, после полугодового очень сильно капитального ремонта, чтоб не сказать после глубокой переработки, открылся бассейн спорткомплекса здоровья. 25 метров, три дорожки, детишки, радость, веселье и все такое. Посмотреть на источник влаги в Сухом Лагу и перерезать красную ленту, в бассейн прибыли городские начальники, мэр Роман Валов и спикер Гурдумы Евгений Быков, а также посланник с областного уровня, депутат Свердловского ЗАГСО Михаил Зубарев. На клюшку, читай, на капремонт бассейн закрыли в начале ноября прошлого коронокрысиного года. Поначалу планировалось, что реконструкция займет три месяца, но по мере вскрытия бассейна, которому в этом году стукнет 40 лет, стали вскрываться и незапланированные технологические проблемы. Потому ремонт затянулся вдвое. Да, когда мы приступили к решению уже проектных рейн, провели демонтаж оборудования, оказалось, что некоторые решения не могут быть решены в таком объеме, как проектировались. Поэтому приходилось принимать новые проектные решения, немножко изменить сам проект, пришлось согласование проектантов. Но вот из-за этого немножко задержки происходили. Бассейн у нас пользуется очень большой популярностью, и люди уже ждут давно. И мы бы хотели, чтобы ремонт состоялся как можно быстрее. Но разные технологические решения не могли быть приняты иначе. Потому что качество, сами строители, которые работали, они говорят, что качество должно быть. Если он должен сохнуть, гидроизоляция, неделю, то надо сохнуть в неделю. Поэтому за качество они несут ответственность. Я думаю, что сейчас все жители нашего города с удовольствием могут посещать бассейн и радоваться только. Ренессанс муниципального бассейна обошелся муниципальному бюджету в 16 миллионов рублей. А изначально закладывалось потратить 16,5 миллионов. Получается, еще и сэкономили казенных денег. При этом руководство спорткомплекса здоровья на свои кровные прикупило обеззараживающую ультрафиолетовую лампу за 540 тысяч рублей. В рамках капремонта в чаше бассейна поменяли плитку, трубы, поставили новые стартовые тумбы и демонтировали вышку для прыжков. Для кого-то, может быть, и к сожалению демонтировали. Не знаю кто как, а вот мы в детстве после тренировок любили попрыгать с трехметрового трамплина. Ну, когда в бассейн наливали воду. Бассейн, в принципе, уже устарел, как по себе, как плитка. Полностью у нас уже ванна с вами была вообще из мрамора, который пропускает воду. То есть полностью всю плитку убрали, полностью перелив воды. У нас заменили все трубы водоподведения, отведения воды. То есть сейчас циркуляция воды более лучшего качества и более очищаемая работа происходит. Ну и плитка качественно поставлена, сделано все на хорошем уровне. Поэтому, ну, бактерии меньше здесь будут задерживаться, чем было раньше. Ну и главное достижение ремонта заключается в том, что бассейн стал таки стандартным, ровно 25-метровым. Раньше он был как бы тоже 25-метровым, но не совсем. Чуть-чуть покороче. И потому в нем невозможно было проводить официальные соревнования. А теперь можно. Мы сейчас можем даже проводить и соревнования, потому что у нас была длина дорожки не ровно 25 метров. Мы сейчас чуть-чуть увеличили на несколько сантиметров, что позволяет проводить соревнования. Понятно, что окружного масштаба, но, по крайней мере, сделано, во-первых, с целью безопасности, во-вторых, чтобы дальнейшая уже эксплуатация была менее затратна и на ремонтные работы, и где-то чаша протекала и так далее. То есть вот здесь мы просто обновили, и теперь, я думаю, получилось очень здорово. И первые уже посетители, видимые улыбки, купаются.